Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». И мы продвигаемся с Божьим хлебом вперед. Если мы получаем подкрепление вовремя, то и дорогу мы одолеем, то и вершины будут покорены, то и плоды будут принесены. Поэтому так важно человеку вовремя получать поддержку и друг от друга, а уж тем более от Бога. Поэтому мы сотворены социальными существами, когда мы не можем без общения развиваться. И если посмотреть на самого раннего младенца, который только родился, как ему нужно окружение, которое может дать ему образ человеческого бытия, чтобы это не были звери, чтобы не рождались эти маугли. Вернее, они все равно рождаются человеком, но становятся маугли, если нет рядом человеческого влияния. Поэтому друг на друга мы действительно влияем. Но тогда, когда мы вырастаем и когда понимаем, что влияние это было разное, с одной стороны, любовь, забота, внимание, которое естественным должно быть, не всегда дети получают его в достатке, не всегда они получают в современном мире это в правильном состоянии настроения, потому что родители многие раздражены, уставшие, могут наполняться каким-то состоянием гнева, на даже собственных ошибках, а выливают это на детей. И таким образом мы знаем, какие последствия у всего этого бывают. Отверженность, ненужность или ощущение себя таким. И поэтому делается не тот выбор, и делается не то направление жизни. Сам человек из-за боли, из-за обиды, из-за огорчения, из-за отверженности рождает внутри себя, или как ему кажется, что он рождает, а на самом деле обрабатывает информацию, данную со стороны, из лживых источников. Чтобы с нами так не происходило, мы с вами движемся по Божьим текстам Писания. И в пустыне, как мы помним, этот псалом в пустыне, когда там на самом деле много тех факторов, которые могут направить не в ту сторону, то сегодня у нас шестой стих. Так туком и илеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои. Где туком и илеем он насыщается, друзья? Находясь в пустыне? Находясь в Божьем присутствии? Значит, пустыня – это не значит, что ты останешься без Божьего присутствия, а это значит, какой выбор ты сделаешь. Если человек делает выбор сейчас – быть обиженным, быть действительно одиноким, быть отверженным, и это оплакивает, то он усиливает свою позицию в неправильном положении. Но тогда, когда человек начинает понимать, а меня сотворил Бог для своей славы, а со мной он в этой пустыне, чтобы мне открывать источники, а со мной он благостью своей, чтобы меня сокрыть. И вот тогда, когда есть уже вот это понимание, то насколько человек начинает переживать тук и елей, исходящий от Божьего присутствия даже в пустыне. Потому, друзья, давайте проверим себя, что я чувствую, когда я прохожу трудности. Есть ли у меня открытые новые источники, либо я там оказываюсь сейчас под давлением каких-то, может быть, ситуаций, обстоятельств так, что у меня все здравые смыслы куда-то делись, и у меня приходит только обвинение, только поиск виноватых, либо я сейчас все-таки могу говорить, а я туком и елеем насыщаюсь от Твоего стола, Господь. Поэтому я хочу, чтобы текст описания, в данном случае 62-го псалма, нас направили на глубину отношений с Богом. Друзья, глубина отношений – это наш выбор. Господь всегда готов распахнуть нам свои сокровищницы, распахнуть нам свое сердце. Да, может быть, не сразу Он тебя пропустит в глубину сердца, потому что там не то чтобы уязвимость, но, по крайней мере, ранимость может присутствовать. То есть мы можем сделать боль нашему Богу. И поэтому Он сначала нас проводит через пустыню и дает нам определиться в ценностях. И когда мы в этих ценностях находим Его и начинаем Его благодарить, тогда мы ближе и ближе находимся к Его сердцу. И потому текст, который мы прочитали сейчас, «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои». Небесный Отец, пусть сейчас будут уста наши наполнены радостным голосом, словами благодарности, словами доверия Тебе и ожидания Твоего участия в наших судьбах дальше. Я очень благодарна Тебе за то, что Ты наш Бог. Я благодарна Тебе, что в уповании на Тебя мы никогда не останемся в постыжении. И потому Ты знаешь, кто сейчас проходит какие ситуации и обстоятельства. Но я приглашаю Тебя и Твое могущество. Я приглашаю радость от Небесного Источника. Я приглашаю благоволение, накрытый стол ввиду врагов. И я молюсь, чтобы Ты, Господь, вывел оттуда в большей силе, чем человек туда пошел. Потому что все пустыни именно ради этого, чтобы ценности встали на свои места, и чтобы отношения с Тобой усилились. Поэтому я благословляю каждого человека в силе Духа выйти из пустыни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.